Прямой позвоночник. То есть, если вы сидите вот так, не надо так делать. Сядьте тогда на стул. Спина должна быть прямая. Спасибо. Никак? Никого. Ну и ладно. Ну что-то, друзья. Ну и хорошо. Ну, реально. Упс. Спасибо. В любом случае. Обещали, сделаю. Дальше, как хотят. То есть, главная задача, чтобы позвоночник был вертикально. И чтобы он был прямой. Если у вас горбится спина, и вы не можете держать спину, значит, либо вы сидите, у вас таз неправильно расположен, либо возьмите просто стул, если вы не получаете сидеть на коврике. Вот. Я вот такую вещь не очень люблю, когда нога делает вот так. То есть, когда вы перерастягиваете голеностоп, здесь связки, и когда вы долго сидите, они перерастягиваются, и получается потом вихлявость этого сустава, слишком подвижность. Мне кажется, это не полезно. Поэтому либо вы делаете полный, и тогда сустав лежит на бедренной кости. Вот у меня здесь кость, на ней лежит сустав, и это нормально. Либо вы делаете вот так, чтобы не было переразгибания этого сустава. Это просто, на мой взгляд, техника безопасности... У меня не получается. У меня тут получается креста, креста. А вот так не получается? Нет, не получается. Может быть, подушка выше должна быть? Или подкладки под коленки? Я вот так вот. У тебя так комфортно сидеть? Вот так вот. Можно в такой позе, можно класть плед между ногами, потому что косточка на косточку, вот так, а Ницца, ну, потом начинает здесь быть некомфортно, когда косточки соприкасаются. И тогда можно сюда проложить тонкий пледик, чтобы был помягче. Да. Потому что долго так не высидишь, чуть-чуть можно. Вообще, разруйте, я смотрю, эти мышцы, все ноги, ты? Это не мышцы, это... Да, идея йоги — это подготовка к медитации. Асана — это то, что помогает нам сидеть, в переводе с санскрита. Как Геша Майкл говорит, это от слова «аса», то есть попа, то есть сидеть. Асана — это то, что нас готовит к медитации, на самом деле, ну, с санскрита. Вот, и помогает сесть вот так или в лодус, раскрытие таза. Это не мышцы, не мышцы в дело, это в раскрытии суставов тазобедренных вот здесь и суставов, которые таз формируют. И это йога. То есть йога нужна, йога необходима, если вы хотите медитировать. По двум причинам. Во-первых, она готовит тело к тому, чтобы долго сидеть. А во-вторых, она делает так, чтобы наши энергетические каналы открывались и двигались прана, то есть энергия ци или чи, или как хотите, чтобы она двигалась по каналам правильно. Если она где-то заблокирована, где-то у нас не идет, то мы не сможем медитировать. И не сможем достичь высоких реализаций медитации, к которому мы стремимся. Вот, мы будем это постепенно. Итак, когда вы усадили таз, положили ноги, теперь найдите центр вашего тела. То есть делайте спину ровной. И немножко, чуть-чуть покачайтесь, послушайте свое тело, чтобы вы сидели где вправо, где лево, чтобы вы нашли центр между правым и левым. Между вперед и назад. Чтобы ваш корпус был ровно по самой серединке. И требовались минимальные усилия мышц, чтобы держать корпус. Вы гордитесь. Потому что вы слишком откидываетесь назад, потому что, я не знаю, что там под поддеялом, но все время. Это значит, вы неправильно сели. Значит, надо либо выше таз, либо что-то надо поиграть с этим. Давайте потом, может быть, поиграем. Сейчас не будем всех держать, но потом надо поиграть. Можете сесть на стул, если вам будет так. Главное, чтобы была ровная спина. Это просто... Конечно. Это задача номер один. Ровная прямая спина. Прямая спина, что это значит? Это значит, что у вас таз, седалищные кости расположены на подушке. Теперь мы выковыриваем ягодичные мышцы из-под седалищных костей. То есть, прям берем за ягодичные мышцы и вытаскиваем их вправо и влево в стороны, в сторону и назад, в направлении под 45 градусов. Так, чтобы седалищные кости были на подушке. Теперь вы чувствуете, где у вас кости, и они должны упираться в подушку. То есть, не мышцами упираемся, а костями. Теперь мы позвоночник делаем прямым и чуть-чуть немножко втягиваем живот и нижние ребра. Таким образом, у нас поясничный лордоз, вот этот изгиб поясницы, он немножко чуть-чуть уходит. Не полностью, чуть-чуть. То есть, поясница становится не такой изогнутой, а чуть-чуть ровнее. Теперь мы вот это место, где называется сердечная чакра, оно как бы теоретически чуть-чуть вверх и вперед под 45 градусов к небу. А лопатки, они как бы чуть-чуть назад идут вдоль спины. И таким образом в йоге мы научимся чувствовать, где у нас лопатки и как их отделить от туловища. И плечи открываются вот этим движением назад, вот так, раз, и они туда. И лопатки пошли назад и вниз. А вот это центр груди, он как бы теоретически вверх. Все это очень тонкие и небольшие ощущения, очень легкие. Это мы просто изучаем, как правильно сделать эту позу. И теперь возвращаемся вот это место, где живот и ребра нижние, оно немножко вниз, в себя. Точнее, внутрь. И теперь еще раз найдите центр и проверьте, сидите ли вы ровно в центре, то есть нужно ли вперед-назад сдвинуться. Руками мы не опираемся на колени, а мы их легко и плавно кладем. Мы можем положить их вот так открытыми или вот так вниз, все равно. Если ваша проблема слишком беспокойная, то руки лучше вниз. Если ваша проблема слишком засыпающий, грустный, вялый, то можно сделать руки вверх. На самом деле не очень важно. Можно сделать чим мудру, когда указательный палец направлен в центр подушечки большого пальца и почти касается между ними, там можно сказать, почти нет расстояния, какая-нибудь доля миллиметрика. и можно сделать это так, можно сделать это так, можно сделать это, как делает Геша Майкл, вот так, я и так никогда не умею делать, не получается. Он вот так в серединке делает. Ну, у меня так руки не лежат. А я вот так как угодно. Как угодно. Идея в том, чтобы ваши руки лежали спокойно и свободно. И главная цель не в том, чтобы чим мудру держать изо всех сил, а чтобы забыть про тело. Просто успокаиваем тело и даем ему свободу. И теперь еще раз проверьте плечи, как они у вас открыты и расслаблены. Вниз. Взгляд направлен вперед. То есть Алексей смотрит на меня, я на него, и вы смотрите как бы вот вперед. И на этом вы закрываете глаза, и продолжаете как будто смотреть вперед. Ну, дальше глаза уходят. Мы потом это сделаем. То есть это положение головы. Про взгляд это не про глаза, это про голову. То есть она не опускается вниз, не поднимается вверх. Она вот так, как будто вы просто смотрите вперед. И на этом мы закрываем глаза. И теперь под закрытыми веками мы можем немножко глаза чуть-чуть опустить вниз, как будто мы смотрим на пол. Но голова при этом не опускается. как будто мы смотрим на пол метров трех от себя приблизительно. Ровно так же мы можем поднять глаза вверх и посмотреть на небо. Но при этом голова не поднимается. Но мы не поднимаем вверх взгляд, а поднимаем вверх глаза. Или не опускаем вниз взгляд, а опускаем глаза. Что такое взгляд и глаза? глаза. Глаза это глазные яблоки, а взгляд это наше внимание. То есть наше внимание будет управляться нашим сознанием. А глаза могут идти либо вниз, либо вверх, в зависимости от того, куда вам нужно поднять ум или опустить. это мы сейчас будем понимать лучше. Итак, сейчас давайте обратим внимание на звуки, которые есть в этой комнате. И сделайте это объектом вашего внимания. Это не значит прислушиваться. Это значит свое внимание как бы положить отдыхать на звуки. Внимание расслаблено, но только звуки интересуют вашу. Больше ничего. Если ум бежит в какие-то мысли о прошлом, о будущем, о настоящем, мы эти мысли отпускаем, не идем за ними, снова возвращаем ум звуком, который есть в комнате. И время от времени мы будем возвращаться и проверять, а где сейчас мой ум? А где сейчас мое внимание? И оно должно быть расположено на звуку. звуку. Если кажется, что звуков нет, то можно услышать тонкие легкие звуки, еле заметные. ваше внимание? Где Возвращайте его снова на звуки. И сейчас переведите свое внимание на свет, который попадает через ваши закрытые глаза. Вы можете видеть какой-то свет, но глаза закрыты. Вы можете также чуть-чуть приоткрыть глаза, сделать маленькую щелочку, но не смотрите в нее. Вы все равно смотрите как бы внутрь, вы не смотрите в щелочку, но свет проникает. И сейчас все свое внимание переведите на эти визуальные образы, на свет. И мы больше не слушаем звук. Сейчас фокус внимания на свете, который попадает через наши венки. Спасибо. 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 И сейчас снова вернитесь к ощущениям в теле, ровно ли расположен ваш корпус относительно седоричных костей. Не сдвинулись ли тело вперед, назад, вправо, влево. Почувствуйте еще раз баланс тела. Если нужно поправить позу, поправьте. Послушайте внимательно ощущения в теле и сделайте их фокусом вашего внимания сейчас. Мы больше не смотрим на свет, мы больше не слушаем звук, фокус нашего внимания ощущения в теле везде. Спасибо. 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 И сейчас переведите свое внимание на вкусовые ощущения во рту. И если вы поужинали, какой-то вкус остался, может быть, от ужина, почувствуйте этот вкус и сделайте эти ощущения объектом, фокусом вашего внимания сейчас. Спасибо. 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 На чём сейчас сфокусировано имя? На вкусе или на чём-то другом? На вкусе или на чём-то другом? Какие у вас мысли? Есть ли сейчас мысли в кабине? Если есть, просто наблюдайте, как они приходят и уходят. Не думайте о них, не хватаясь за них, не оставаясь на них. Просто взгляните на них, есть ли они. И отпустите. Каково состояние вашего ума? Ум слишком беспокоен или засыпает? Ум ясный и чистый или мудный и сонливый? Есть ли чёткость в уме? И сейчас мы переводим внимание ненадолго на общую осознанность. И все пять органов чувств становятся объектом нашего внимания. Ощущения в теле, звук, свет, вкус и даже запах. А также общее состояние ума. Есть ли мысли. На всё это сразу посмотрите, как будто со стороны, издалека. И не разглядывая подробно каждую деталь, вы можете видеть всё целиком. Просто взгляните на всё это. И это сейчас фокус внимания. Фокус внимания. Сейчас верните свою комнату в эту комнату. Представьте себе комнату, как она выглядит. Ваши глаза пока закрыты. Вы ощущаете свое тело в этой комнате? Ощущение в теле. Сделайте три спокойных, долгих выдоха. Расслабляйте тело и посвящая то усилие, которое вы приложили всем живым существам, чтобы их вам было спокойно, чтобы их практика была эффективна. И когда будете готовы, постепенно открывайте глаза. Постепенно возвращайтесь и открывайте глаза. Можно потянуться, пошевелиться и размять то, что у вас затекло. Может быть? Хочется ли вам поделиться, как сегодняшняя такая краткая начальная медитация вам была? Я не знаю, я не засекала, я думаю, 15. Понравилось? Хорошо. Как ум был? Спокойно было. Спокойно было. Хорошо. Что-нибудь еще? За цветами. За цветами. За цветами. Когда вы открываешь и открываешь свет, там, и цвета, и переделывая, чем в лета. Слушайте. Хорошо. Конечно. Именно в этом причина хорошей медитации. Правда, Лена? Не совсем, но тоже. Еще кто-нибудь хочет чем-нибудь поделиться? У меня были такие состояния невесомости. Урывка. Урывка. Все правильно. Да, урывка. Угу. Здорово. То есть ум отключался от тела. Хорошо. Если не было. Когда вы говорили, если не было. Потом забегали. Ну да, нормально, если забегали. Бывает. Такой. Все кто-нибудь? Только под конец могла. Он великолепный, да? Вот по своему. Ну, потому что под конец. Удобно. Угу. Ну, ничего. Ваш опыт. Порадуйтесь тому, что вы это сделали сегодня. Каким бы ни был ваш опыт, вы приложили усилия. И на этот момент это было так. Завтра это может быть хуже в сто раз. Или лучше в сто раз. И знаете, что это нормально. И что, когда мы медитируем, у нас все время вот эти вот колебания, они будут очень разные. То есть у вас будет супер медитация. А потом у вас будет худшая медитация, кажется, вообще в жизни. И это может быть вот так вот. И это нормально. И семена. Ну, тоже семена, просто раскрываются семена. Потому что медитация тоже. Много залетела. Семена открылась. Ну, да. Ну, это нам ничего. Ну, это не бывает. Только что мы не обладаем кеми-то. У нас это вот с прыжками медитаций, мы к этому очень-то отвернули. У меня сейчас было просто. И у меня первый раз, когда мы стояли здесь, готовились к спецнему, у меня первый раз зашло, но просто как-то искра нового понимания, что у меня не существует. Не существует самой по себе. В общем, потому что у меня взяли. Просто я это тысячу раз уже все слышала, но у меня прямо что-то такое пришло. И сейчас в медитации мне эта мысль помогла убрать мысли. То есть у меня было достаточно беспокойно. Тело хорошо расслабилось, но все, у меня это беспокойно. Мы не приходили. Но вот эта мысль, что просто сейчас в этой жизни, вот это так в сознании, я временная мысль. Я первый раз как-то это по-другому сегодня не почувствовала. Я временная все равно в этой жизни любя, а там я сама по себе. И вот эта мысль, что все это неважно сейчас, что классно. Сторон. Мне когда-то тишину нужно было услышать, мне почему-то такой прям шум, когда я стоял, как бы было тихо, но я слушала, что у меня было, и все, почему это... Какие-то такие тонкие звуки вообще сознательно. Такая тишина. Ну, классно, что все так тихо, короче, себя ведут. И вам, что когда Даймонд Монт, бывает там просто человек, когда медитирует, а кто-то чихнет, кто-то чушет. Да, у нас сейчас было и вообще тихо. Да, у нас получилось тихо. Вот как же я не могу. Ну, и когда на ощущениях, как у меня вновь, у меня все время в медитации мешают только вот, ну, это же одна норма. Неправильно сидишь. Надо применять позу. Да, но у меня не получается. Ну, мы сейчас попали. Надо с вами это решить. Надо решить позу. У меня просто прожденная диспазия. Ну, мы обсудим. Мы решим, что в позу делается. Ты не сможешь медитировать, если тело не сможет отключиться. Если оно будет болеть, ныть и мешать, то медитация бесполезна. Это будет медитация о том, «Я терплю боль, я терплю боль». Это не годится. Это, по-моему, часа попали. Когда ноги не дают, это не годится. Надо, чтобы тело давало возможность. Поэтому у нас будет йоган. После этой медитации мы перестаем разговаривать. И то, что мы делаем, мы просим, просветленных существ в мощном ретрите и устанавливаем границы. То есть мы это уже сделали для вас. Мы установили границы. И эти границы ограничены под территорией ретритного центра и идут туда, до горы? Не до горы. Ну, гора очень далеко. Не до горы. Вот здесь ближе. А тут, тот берег, короче, можно идти. То есть, если вы будете гулять, не выходите за территорию, за эту территорию, потому что здесь будут... Короче, не выходите за территорию ретритного центра. Если будете гулять, можно пойти только, выйти на дорогу и пройти вот до того берега. Если мы смотрим... Смотрите, если мы смотрим с пирса там справа, как мост есть, вот я пойду туда за мост. Пирс вот тут. Да, да. Мы справа смотрим, там как мост, естественно, на дорогу идти, пройти через мост и туда к лесу, ну, чтобы можно было погулять. Ну, там. То есть граница. Можно выйти отсюда, пройти вдоль дороги, по этой стороне дороги, по мосту, на тот берег, напротив центра. Ну, если с пирса, то это по правой... Внутри эти границы как бы спокойное и безопасное пространство для того, чтобы ничто не мешало вам медитировать, чтобы ничто нас не беспокоило здесь. Никто нас не беспокоил. Вот. И пересекать эти границы не надо. Вот. Если вам вдруг нужно будет куда-то уехать или там съездить, то вы ко мне подойдите, я вам скажу, как можно пересечь границ. Так. Внутри специальное пространство, чтобы вы могли хорошо, спокойно пройти свой ретрит. Вот. Если у вас есть вопросы по тому, куда идут границы, то есть вот вообще забор, вот большой забор ретритного центра это граница. Ну, и плюс туда, и туда. И плюс туда, да. А это не меня. Вот. Что еще? Когда вы будете... Сейчас мы спокойненько идем гуляем, или что у нас там по расписанию, мне нужно все-таки, мне нужно расписание, потому что я... Блин. Можно мне будет сделать потом расписание? Сейчас нет? Да, иди сюда. Потом, да, одно расписание, потому что я... Не хочется видеть, потому что я не понимаю. Сейчас у нас раз 15,9. В любом случае. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok